Добрый день, дорогие друзья, и вновь мы с вами. И сегодня я вам расскажу о концерте, который будет транслироваться 16 мая на канале ОТР. Мы с вами вновь прикоснёмся к творчеству замечательного коллектива вокального проекта «Вива», с которыми тверской зритель уже давно познакомился и полюбил этих исполнителей. Вокальный проект «Вива» всегда супершоу эстрадной классической поп-рок-музыки. Тверским зрителям предоставится исключительная возможность вновь услышать проникновенные мелодии мировой классики, народные песни, хиты российской, советской и зарубежной эстрады в современных аранжировках в исполнении солистов вокального проекта «Вива». Публика всегда восторженно принимает любимых артистов, потому что «Вива» – это первый вокальный проект, объединивший себе пять солистов лучших оперных театров России и Европы. Звёзд мюзиклов, участников российских международных телевизионных шоу. Это новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады. Это новые голоса на российской эстраде. Репертуар группы позволяет удовлетворить интересы любого зрителя. Она так прекрасна в объятиях страстных, и наша любовь отжимает вновь. Эта страсть опасна. А теперь немножко из истории. Участники коллектива познакомились в 2009 году в Лос-Анджелесе на записи международного популярнейшего проекта «Рашн Теннерс». Дальше жизнь солистов продолжалась своим чередом, но в 2015 году всё-таки ребята объединились, и была создана эта замечательная группа. Идейным вдохновителем создания группы стал Александр Балыков. Нам всегда интересно проанализировать, а как же формировался характер звезды. Александр родился в Челябинске. Мать его преподаватель математики, отец инженер. Вскоре семья Балыковых переезжает в Барнаул, где Александр с успехом сдает экзамен и поступает в детскую музыкальную школу при Алтайском государственном музыкальном училище. Мы с вами знаем, что в школу при училище поступить значительно сложнее, чем в обычную музыкальную школу. Тем не менее, Александр с успехом сдает первый в своей жизни экзамен. Год спустя он поступает в общеобразовательную школу, где на уроках физкультуры его замечает тренер по конкобежному спорту. И тут график будущей звезды становится самым, что ни на есть напряженным. Занятие музыкой нужно сочетать с занятием спортом. Надо сказать, что спортом Александр занимался более увлеченно и достиг высоких достаточно успехов, одерживая победы в региональных и федеральных соревнованиях. Со временем, конечно, спорт поглотил его полностью и было желание бросить музыкальную школу, но от опрометчивого поступка его удержали родители. Однако со спортом все равно пришлось расстаться из-за травмы, которую получил Александр на одной из своих тренировок. После этого он еще более увлеченно занимается музыкой, освоил игру на гитаре, пишет песни и по окончании общеобразовательной школы поступает в Алтайский государственный технический университет. С первых же дней принимает участие во всех абсолютно концертах. Становится солистом ансамбля Государственного управления Министерства внутренних дел Алтайского края, где с успехом проводит свои первые в жизни гастроли. И как мы с вами уже знаем, что труд всегда вознаграждается. И в жизни Александра встречается человек, продюсер Михаил Герцович, который помогает ему в творческой карьере. Несмотря на то, что с успехом проходят концерты Александра, он тем не менее заканчивает государственный технический Алтайский университет и после этого сразу поступает в Московский институт искусств. И тут его творческая карьера идет молниеносным вверх. Он становится участником и победителем таких звездных проектов, как «Фактор А», «Главная сцена» и международный проект «Russian Tenors», который проходил, как я уже говорила, в Лос-Анджелесе. Вот так вот Александр понимает, что сольная карьера его уже достигла определенного успеха, и он понимает, что нужно что-то новое. По его инициативе, как я уже говорила, создался новый вокальный проект и назвали его «Вива». Художественным руководителем этого проекта становится Михаил Давыдов. Михаил Давыдов с детства понимал, что смысл его жизни – это музыка. По окончанию школы он поступает в музыкальное училище при Московской государственной консерватории на вокальное отделение. По окончанию училища он с успехом поступает в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского на вокальное отделение, которое также с успехом заканчивает. В 2000 году Михаил Давыдов успешно окончил консерваторию, пополнив группу музыкального театра «Геликон-опера». В настоящее время Михаил лауреат и дипломант восьми международных и всероссийских конкурсов вокалистов в Москве, Барселоне, Пекине, Вене, Токио, Калининграде, лауреат фонда Ирины Архиповой, в которой он получил золотую медаль, обладатель премии Грэмми. Еще один постоянный участник коллектива – это Филипп Черкасов. Филипп Черкасов родился в семье знаменитого пианиста Алексея Черкасова, впитывая все детство лучшую музыку. Всегда знал, что музыкой и творчеством будет заниматься всю свою жизнь. Филипп очень много работает режиссером, ставит спектакли, мюзиклы, концертные программы, пишет сценарии, тексты, песен, является приглашенным солистом Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского, а также постановщиком номеров и концертных программ для арт-группы Хор Турецкого. В свое время Филипп с успехом закончил музыкальное училище имени Гнесина и Академию российского вокала. Итак, следите за программой передач канала ОТР. 16 мая будет транслироваться концерт, который состоялся в киноконцертном зале «Панорама» вокального проекта «Вива» с жизнеутверждающим весенним названием «Живу для тебя». Я желаю вам искренне наполниться положительными эмоциями. И очень надеюсь на скорую встречу. Будьте здоровы и счастливы! Итак, я продолжаю уже полюбившуюся рубрику «Бесспорно интересно». Интересные и познавательные факты из истории Твери. Издавна места, отличающиеся чем-то особенным, получали в народе прозвище. Так, например, рязанцев называли Рязань-Казапузы, тульских жителей самоварщиками. Жителей Вятки звали Вятские, ребята Хватские. Тверичи же именовались тверскими козлами. 300 лет назад на границе Тверской и Новгородской областей стоял столб, на котором были размещены два герба. На одном гербу красовались козлы, которые мяли кожу в ступе. Надо сказать, что и сейчас в наименованиях населенных пунктов Тверского региона часто встречаются названия однокоренные слову «козел». Почему же тверские козлы? Существует большое количество легенд, о которых мы узнаем прямо сейчас. В XVII веке в Твери была Софьяновая слобода, где занимались выделкой кож из шкур молодых козлов для пошива софьяновых сапог по заказу царского двора. Софьяновое производство имелось и в Торжке. Торжок находился, как известно, на правительственной трассе, и государственные мужи, проезжая Торжок, приветствовали торжокских кожевенников, иронично их называя торжокские козлы. Немного спустя это наименование, я бы сказала, даже ироничное прозвище, прикрепилось к жителям всей Тверской губернии. Также кожевенное производство было сильно развито и в Кимрах. В свое время кимряки отшивали сапоги из козлиной кожи и снабжали этими сапогами всю армию. Еще одна легенда отсылает нас в военные времена, когда находчивый дьякон, желая защитить город от захватчиков, подспешил к крепостной стене, а звонить в колокола оставил козла, с чем тот успешно справился. Другая же легенда связана с приездом в Тверь Екатерины Второй. По ее мнению, тверские вельможи недостаточно достойно встретили императрицу. Императрица была разгневана, но в этот момент услышала радостный колокольный звук. И каково же удивление было Екатерины Второй, когда она узнала, что в колокола звонил козел, который случайно пробрался на колокольню и запутался в колокольных веревках. Находчивое животное всю свою дальнейшую жизнь провело с почестью в царских конюшнях. А двуногие земляки этого козла и стали называться тверскими козлами. Существует еще одна легенда, по которой тверских козлов называют именно так за их упрямый нрав и твердый характер. Издавна говорили, если есть характер, то козел, если нет характера, то баран. Ну а мне все-таки кажется, что тверские козлы называются из-за качественного и серьезного кожевиного производства. Именно здесь впервые началось производство изделий из козлиных шкур. Вплоть до 18 века Тверь являлась крупнейшим и практически единственным в России поставщиком этих изделий. Вот уже несколько лет во время празднования дня города на одной из центральных улиц устанавливается символ города – тверской козел. Это еще раз подчеркивает о том, что в Твери и в Тверской области с большим уважением относятся к этому животному. Мало того, в Тверском регионе организован аж целый музей, который посвящен тверскому козлу. Итак, дорогие друзья, рубрика «Бесспорно интересно» будет продолжаться на нашем канале. Следите за нашими программами, и мы с вами узнаем много-много интересного из истории Твери. Оставайтесь с нами. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!